Плохо, но мы с вами. Мы вас сейчас ознакомим частично с нашими отелями, которые находятся в основном в Карибском бассейне и также по Европе. Наши отели, цепочка отелей Казахстана, всего их 70, и уже начинаем строить больше отелей, начиная там с Европы, в основном Испания, все это там началось. И всего у нас 12 отелей, которые находятся на Карибском бассейне, это Доминиканская республика и Мексика, соответственно. Вот. Наши отели, они находятся все практически на первой линии, имеют очень хорошие пляжи, и в основном у нас семейные отели, изначально были в основном семейные отели, и уже потом мы открыли отели только для взрослых. Отели только для взрослых, они находятся и в Мексике, и в Доминиканской республике. Дай, puedes darle клик на презентацию, или как я могу двигаться на презентацию? Нет, это не я, я пытаюсь двигаться на презентацию. Сейчас хочу показать, но я не могу как-то двигаться. Я не могу, но я не могу, но я не могу поменять, но я буду поменять здесь. Извините, что так, мы хотим просто переключиться на слайды, но не могу их, так что я вас сейчас так отсюда просто скажу. Извините, а вы не можете оттуда поменять слайды? Ну да. Да, да, да. Да, 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 си, а оси, следующий слайд. И еще. И еще. Окей. Так, это уже еще. Ну, в основном, какая у нас цель. Наша цель, чтобы наши гости полностью насладились и отдыхали, чтобы полностью отключились от своей сферы ежедневной жизни. И чтобы, когда были у нас в отелях, чтобы они просто полностью отключились от той сферы, где они находились и полностью наслаждались отдыхом. И поэтому наш сервис в основном заключается в том, что у нас персональный сервис, который забота о клиентах и полностью уюта. И, соответственно, пляжный отдых плюс отдых в ситях, или в городском, наш отель, который находится в городе. И сейчас я больше всего буду на планине идет на пляжный отдых и наш отель, который находится на Карибском бассейне. Следующий слайд. Окей. Так как я вам изначально рассказывал, то, что наши отели... В Мексике у нас находятся всего... Все отели в основном семейные, и только один отель является отель только для взрослых. Семейные отели, они... При нас 100% семейный отель, то есть там у нас, включая клуб для детей, клуб для подростков, чтобы мы могли охватить полностью... Если семья приезжает со своими детьми, то есть дети могут в своей сфере отдыхать и развлекаться, подростки в своей сфере отдыхать и развлекаться, и, соответственно, даем это возможность, чтобы родители тоже могли как-то отключиться от всего и наслаждаться отдыхом. У нас в семейных отелях есть персонал, который занимается, ну, также мини-клуб там, тинейджер-клуб и все необходимое для того, чтобы они развлекались и отдых удалось по 100%. Семейные отели в Доминиканской республике и в Мексике в основном они схожие. У нас программа, которая проводится в Мексике и программа, которая проводится в Доминиканской республике, они схожие, поэтому наши отели, в основном наш логотип, чтобы наш сервис, неважно, где, в каком отеле находиться, чтобы сервис был один и тот же и по высокой качестве. Отели для взрослых. Отели для взрослых в Мексике, наш отель для взрослых называется Каталония Рояль Тулум, где я сейчас и нахожусь. Плюс в этом отеле в том, что отель небольшой, всего у нас 285 номеров, и местонахождение отеля. Отель находится на зоне Эш-Пуха, где на сегодняшний день является самым красивым пляжем всей зоны Ривьера Майя и включая Тулум. Почему это самый красивый пляж? Потому что наш отель – это единственный отель, который находится на этом береговом округе. То есть получается, что наш отель находится между Тулумом и Плая Дель Карменом, это по Ривьере Майя, и это единственный отель, который находится на этом пляже. И поэтому из-за этого тут очень мало людей, то есть людей практически нету, из-за того, что у нас единственный отель. И рядом есть у нас городские пляжи, но они далеко. И этот отель получается единственным отелем, и из-за этого пляж настолько чист, настолько хороший пляж, то есть оно просто, как на картинках показывают обычно везде. И сервис тут, у нас все удобствует для того, чтобы был отдых, поставляющим отдыхом. И сервис, в сервис у нас тут спа есть, у нас есть зал, спортзал. И так же есть привилегированная зона, то есть люди, которые хотят больше приватности, больше так отключаться от всего. Есть у нас специальный пляж, который предоставлен для гостей, которые имеют привилегированную зону, которые имеют привилегированную пляж. И для этого у нас есть отдельные рестораны, отдельные пляжи и отдельный сервис для них. Также у нас номера, которые находятся для... Есть привилегированные номера и есть обычные номера. То есть у гостей, которые имеют привилегированный пакет, у них есть другие дополнительные услуги. В этом отеле у нас все включено, включая рум-сервис 24 часа. Единственное то, что не включено, это, соответственно, услуги спа, которые идут за дополнительные услуги. И если люди хотят иметь приватный ужин на пляже или что-то там отдельное, что-то особенное, то есть это уже идет за дополнительную оплату. Или в ресторанах, которые хотят какую-то особенную бутылку, бутылку вина, это уже идет за дополнительную оплату. А так у нас все включено. В отеле. У нас в отеле интернет Wi-Fi, он везде и бесплатно предоставляется, включая номера и полностью отель. Это пляж, это бассейн и во всех барах, то есть везде в ресторанах у нас есть интернет. И много чего еще, то, что в основном в этом отеле заключается сервис, то есть это уже будет сервис, VIP-сервис, который персоналный. Также у нас услуги спа, то, что я уже вам рассказывал ранее. Есть у нас лежаки на пляже, где можно представлять услуги спа на пляже, внутри. В спа еще есть у них отдельные зоны комфорта. Это джакузи, это гидротерапия, это отдельные комнаты для релакс. И плюс баня, это турецкая баня, это еще джакузик внутри. И это все у нас в нашем спа. Наша кулинария. В отеле у нас всего 5-6 ресторанов, только в этом отеле 5-6 ресторанов, куда обычно не стоит заранее записаться, просто надо подойти в ресторан, и там сразу наших гостей обслуживают, и сразу их за стол. И также меню, у нас разные меню. В основном в этой модели у нас есть итальянская, мексиканская, азиатская, карибская. Во всех ресторанах у нас представляют вегетарианскую еду. Вегетарианскую еду, в которой бывают очень многие люди, которые предпочитают либо вегетарианскую, либо там специальная диета. И еще плюс у нас в отелях то, что во всех ресторанах у людей спрашивают, есть ли у них какая-то аллергия на что-то или на чего-то. Это для того, чтобы они брали сразу же эти пожелания и предоставили это на кухне, чтобы шеф-повар слаженно это все взял и предоставили это сразу людям, которые имеют вот такие специальные предложения. По стоимостью СПА, вот то, что люди меня спрашивают, Нина спрашивает по поводу СПА, мы можем вам предоставить цены на, ну, платежную, ну, на наши цены по СПА. Там, скажем так, бывают у нас моменты, где, скажем так, чтобы вы имели примерную, приблизительную информацию, скажем так, 5-минутный массаж на час где-то стоит в районе там 800 долларов, ну, в смысле 80 долларов, и там зависит от пакета. По поводу времени, которое оно стоит, допустим, 50 минут. Да, я вам даю спросу. Дай мне, 고 СПА. в пдф, и у меня есть список, и я могу распространять их через электронику. А сейчас я не могу отправить их, но я могу отправить их. Если вы хотите, я отправлю их в Ганна. Хорошо. Ну, дай говорить, что он может нам предоставить в формате в пдф, стоимость и все услуги СПА. Дальше. Дети могут посещать СПА. Дети могут посещать СПА. У нас сейчас я тоже переключусь на Дай, спрошу какие изменения. Дай, и otra pregunta. Дети могут посещать СПА? Дальше. Es solo para adultos. ¿Daisy me escuchó? No, es solo para adultos. Sí. Ok. En Riviera había un salón de belleza para niños. O eso ya no hay. Ok. El salón de belleza... No. El salón de belleza sí puede ser utilizado por los menores. Pero los servicios de spa, tal cual, masajes faciales, eso no. En este caso, generalmente los niños lo que hacen son las manicures. Ok. Bueno, y todo lo que Daino dice y подтвержdó, que los niños no pueden tener acceso a los servicios de spa, justamente, el massaje y los servicios de spa, допустим, там, lizo y massaje всего. Efectivamente, что могут дети, они могут посещать наш salón красоты, там обычно делают маникюр, там делают педикюр, там делают разные прически, косички могут плетать и тому подобное. Для детей у нас в основном мини-клуб, где полностью занимаются детьми, у них там разные, там, кружки у них разные есть, разные игры они, и также они очень много работают, то, что ручная работа, то, что делают их. Детям обычно показывают заботу о природах и все, что иметь нормальную, или, скажем так, иметь здоровую жизнь, больше ознакомства с природой, и, соответственно, такие у нас кружки есть. Так, вопросов у нас больше нет. Какой возраст в детском клубе? Какой возраст в детском клубе у нас первое начинается с 4 до 10, это детский клуб, потом уже начинается с 12 до 16, это для подростков, с 4 до 12 это для детей, а дальше у нас клуб для подростков и, соответственно, уже ее для взрослых. Клуб для подростков, это где у нас спортбар, там разные игры, ну, не совсем спортбар, а это, он так называется, клуб для подростков, там у них разные кружки, разные виды спорта, разные, они иногда организуют, организуют то, что ночные шоу можно организовать с детьми, то есть они сами это все организуют и дальше они представляют там шоу или какие-то другие там ночные. Так, есть ли вечерние или ночные шоу? Да, я хотел дальше чуть-чуть раньше, ну, позже рассказывать вам про ночные шоу. Да, во всех отелях у нас, соответственно, после 9 часов, после 9 мы уже начинаем, у нас начинается шоу-тайм, есть у нас отели, которые имеют театры, имеют театры, и там у нас разные виды шоу, допустим, есть шоу «Аладдин», шоу «Король лев», диснеевские шоуы, и для семейные, для детей, есть еще для взрослых шоу, разные шоу, там «Аладдин» шоу, шоу «Рок» и разные мюзикли, которые все начинаются в 9.30, так, тут в Мексике и в Доминиканской республике. Отдельно сейчас программа, мы хотим сделать новую программу для отелей только для взрослых, хотим, чтобы в наших отелях для взрослых, чтобы имели не совсем уж такие обычные шоу, а что-нибудь, ну, более для взрослых, допустим, шоу «Кабарет», и такие более оригинальные и более профессиональные шоу, допустим, цирк и другие. Мы сейчас это все отменили на COVID, изначально, когда мы все это отменили, но сейчас уже все это начинается, и у нас мы делаем эти шоу. И дальше после шоу, всегда у нас начинается в 9.30 шоу, шоу продолжительность там час, час 15, и после шоу у нас живой оркестр, это либо латинская музыка, это либо версатель, либо рок, ну, разные группы, и потом уже у нас дискотека. Дискотека всегда во всех отелях у нас до 2 часов, и после этого 2 уже заканчивается наша дискотека. Так, надеюсь, что ответил на ваши вопросы, Нина, по поводу вечеринок и по поводу ночных шоу. Дальше. У нас еще есть в отелях отдел «Wedding», где организуем свадьбы, где организуем там то, что обычно люди нам просят, там приватные вечеринки, приватный ужин на пляже или там в каком-то особенном дню, там день рождения или что-то еще, если у людей бывает. Они заранее к нам подходят, и мы это все организуем и делаем на пляже, или в салоне, или хоть где. и для этого мы все берем на себя, то есть отель полностью организует то мероприятие или то, что люди у нас просят. В основном все это делает на пляже, потому что так как наш пляж, он очень красивый, лично я вот каждый день выхожу на пляж и прям не могу насладиться этим. Но поэтому люди в основном предпочитают все это делать на пляже из-за красоты. Возможно ли на пляже настоящая церемония с участием католических священников? Да, возможно, потому что у нас мы обычно делаем вот эти мероприятия или там разные виды, там свадьба, либо другие разные, то, что у нас люди, наши гости просят, мы это делаем. В Мексике в основном люди больше всего нас просят, это так как мы находимся на побережье ривьера Майя, и плюс тут развита цивилизация Майя, в основном вместо священника нас просят шамана. И мы это все предоставляем, и мы это все делаем, то есть были у нас свадьбы, которые в стиле индийцев, то есть предки Майя, называется свадьба Майя, то есть там шаман приходит, и, соответственно, вся декорация идет уже под то, что у нас гости просят, или мы можем предоставлять там разные декорации, то, что цивилизация Майя, или пре-испана, или сейчас католическая, либо колониальный стиль, стиль уже выбирают гости. И дальше мы это все предоставляем, да, либо на пляже, либо около бассейна, либо хоть где. Дальше у нас идет, то, что вы видите на экранах, это романтическая жизнь. Романтическая жизнь, это в основном, ну, оно у нас во всех отелях, но в основном это идет отель для взрослых, потому что мы понимаем, что после, допустим, карантина люди уже настолько сидели дома, что хочется просто выйти и куда-то уехать, отдыхать, чтобы никого не было. И в этом плюс в наших отелях для взрослых, так и в Доминиканской республике отель «Ля Романа» и в мексиканской отеле, отель «Каталония Рой Аль Тулум». Это самые лучшие варианты для романтического отдыха, и чтобы так полностью отключиться от всего, и отдых по всей программе. Почему? Потому что у нас там специальные программы для романтического отдыха, сервис полностью там меняется, то, что вы видите в отеле для нашей отели, семейные отели и наши романтические. Романтические отели, они более такие тихие, спокойные, и пляжи у нас в основном в романтических отелях, там никого нет на пляже. Я вам приводил пример отель, который у нас находится в Мексике, «Каталония Рой Аль Тулум». Люди просто приезжают сюда и не хотят отсюда уехать, потому что настолько спокойно и тихо, и пляж красивый, и атмосфера хорошая – это большой плюс. И, соответственно, также разные пакеты у нас есть для спа и специально для наших молодых или бар, которые посещают нас. В Доминиканской республике у нас есть отели, которые имеют свой собственный гольф, и там мы иногда устраиваем турниры, и если наши клиенты предпочитают там играть гольф, то есть у нас есть для этого все необходимое. Так что там есть клубный гольф, у нас в Доминиканской республике есть всего 72 полей для гольфа, где можно свободно играть и развлекаться. Также у нас есть там еще разные виды услуг, которые предоставляют для игры или там спортивные. Дальше. Ну, наш логотип – то, что мы хотим отдать вам все самое лучшее. То есть то, что я вам раньше говорил, отели наши по категории и по структуре все включено. И также наши услуги кулинария – это наш завтрак, обед, ужин под специальными предложениями. То, что у нас есть рестораны а-ля карты, у нас есть шведский стол, и то есть это уже мы даем вот эти разные варианты, чтобы все наши гости имели все эти варианты и имели, чтобы не имели такой ограничений и, соответственно, чтобы они наслаждались отдыхом. Дальше. Отели. Еще. Следующая. Что у нас есть? А Зис. Antes de que continuemos, я с� godricht? Что у нас есть. Что у нас есть? Что у нас есть? Что у нас есть? Что у нас есть? Sí. Даня у нас спрашивает, если у кого-то есть вопросы по поводу наших отелей или какие-то услуги, мы можем взять паузу, чтобы ответить на вопросы и дальше продолжать с презентацией. Окей. Спасибо. Я думаю, что у нас есть дилей. Я думаю, что у нас есть дилей. У меня есть дилей. Дилей. Окей. Я спрашиваю, если у вас есть вопрос, какую-то объяснение, чтобы мы дали эту ответственность и потом продолжаем с презентацией. Но мне говорят, что у меня нет вопросов. Ну, просто было бы замечательно, если бы вы были тут, все это бы видели своими глазами. А так все теряется смысл по видеозвонку. Вот. Так, что еще у нас? Каталония, которая находится в Бавару. Каталония, которая находится в Бавару, в основном у нас такие же услуги, как и в Мексике. То есть отели все схожие. И там тоже у нас есть все, что я уже ранее сказал. Но есть у нас еще там бич-клуб, которые, если, допустим, люди хотят посещать этот бич-клуб, клуб, пляжный клуб, они могут там открыть абонемент и посещать этот клуб. Потому что он в последнее время стал очень известным. То, что хороший сервис и хорошие услуги, которые там предлагают. И место очень красивое. Вот. И Каталония этим воспользовалась, так как людям очень понравилось. И они открыли этот клуб. И сейчас, если все будет хорошо, скорее всего, в Мексике тоже откроют этот клуб. Каталония, Гранд Доминикус. Ну, в Доминиканской республике у нас их несколько отелев. И то, что вы сейчас видите на картины, это наш отель, который находится в Гранд Доминикус. Всего там 370 номеров. Это отель для, ну, семейный отель. И там у нас все ниже подчеркнутые услуги. Всего 7 ресторанов, 6 баров. Наши услуги СПА для детей, клуб для детей, которые с возраста с 4 до 12. И клуб для подростков с 13 до 17 лет. И дальше все услуги, которые мы... Повторите, пожалуйста, сколько в Мексике отелей. В отеле у нас... В Мексике отеле... Первый отель, Каталония, Роя, Тулум, который находится на побережье Ривьера Майя. Это отель только для взрослых. Плюс 2 отеля у нас... Нет, еще 4 отеля. Один находится в Канкуне. Мы только что-то открыли этот отель. Недавно вот в этом 2020 году мы открыли новый отель. Находится он в Канкуне на побережье Коста-Мухерес. Это новая туристическая зона, которая находится за Канкуном и напротив остров Женщин. Очень красивый современный отель мы там недавно открыли. Дальше отель находится на... Семейный отель, который находится на Плайе Марома. То есть всего у нас 5 отелях в Мексике. Из них 4 семейных и 1 отель для взрослых. 18+. Есть какие-то еще вопросы, Тань? Дальше отель, которые находятся на Плайе Марома. Хорошо. И также в Доминиканской республике у нас семейные отели. Плюс отель только для взрослых. Отель Ла Романа. Так, пойдем в следующий слайд. Вот, как раз то, что я вам говорил, отель Ла Романа. Каталония Рояль Ла Романа. Отель для взрослых находится на побережье Доминиканской республики Ла Романа. И отель схожий с отелем, который находится в Мексике, в Каталонии Рояль Ду. То есть там такие же услуги, шезлонги на пляже, лежаки и, соответственно, карибский, кристально чистая вода, плюс наш карибский песок, который ни с кем не сравнится. Дальше. Там же такие же услуги, услуги спа, отель предоставлен, плюс в отеле такая же услуга, которая, то, что релаксирующий отель. И для пар, чтобы отдых был полностью расслабленным и, соответственно, все услуги, которые мы предоставляем, чтобы были на уровне отеля. Там у нас всего 173 номеров, 6 ресторанов и также имеет свой спа, имеет свои разные водные виды спорта и разные программы для взрослых. Так, Катерина хочет что-то показать или что-то спросить. Вот. Отель Каталония Плая Морома. Это уже мы в Мексике. Отель Каталония Плая Морома. Это отель, семейный отель. И отель в колониальном стиле, имеет 410 номеров, 5 разных ресторанов а-ля-карт, плюс Билов ресторан для привилегий. Отель Каталония Плая Морома. Отель Каталония Плая Морома – Плая Морома. Okay, everyone. Настlooking sight will be back in a few minutes. We are just – will be waiting for him. So, if you have any question, I will be happy to answer that. So, please go ahead. Продолжение следует... 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 С специальными инструментами, чтобы не было контакт, прямой контакт с гостями или с инструментами. Дальше. Во время заезда в отель, когда гости приезжают, они должны пройти фильтр, должны полностью дезинфицироваться, и так идут на стойки регистрации. Стойки регистрации полностью у нас закрыты, и там идет полностью, есть барьер, который закрывает гостей с персоналом. Во время подачи экипажа, когда мы принимаем экипаж, экипаж полностью дезинфицируется, полностью чистится дезинфицирующим средством, и дальше все это отправляют в номер. В номерах у нас идет специальная программа дезинфекции, в номерах. Раньше у нас были разные кухонные принадлежности, были в номерах, ну я имею в виду кофеварка, но кофеварка до сих пор есть. Были и другие такие оборудованные, которые были предоставлены для удобства наших гостей. Но сейчас все необходимое это то, что нужно, есть кофеварка, есть там все внутри закрыто, но именно вот дальше декорация, все это все убрали, потому что оно не разрешено законом по поводу профилактики коронавирусной инфекции. Таким образом, после отъезда, то есть когда выезжают гости, комната полностью продезинфицируется и остается там на день или на два дня, чтобы мы не использовали этот номер. Оно идет проветривание, дезинфекция и потом уже идет заново. Дальше про коронавирусная инфекция. Во всех ресторанах, барах, даже персонал анимации, персонал стойки регистрации, то есть весь персонал отеля полностью закрывает маской, перчаткой и таким образом идет обслуживание гостей. Окей. Что еще тут было по поводу вопросов? Окей. Дальше мы идем, идет слайд по поводу отель Каталония Ривьера Майя и Юкатан Бич. Отель Каталония Ривьера Майя и Юкатан Бич – это отель для 100% семейный отель, находится на побережье Ривьера Майя и также отель находится между аэропортом Канкуна и Тулумом. Всего в отеле 228 номеров и 5 ресторанов а-ля карт. То есть в этом отеле как раз есть, у них есть большой театр, который они обычно устраивают шоу или вечерные представления. И там же у них есть в отеле клуб для детей, клуб для подростков и все необходимое. Для ресторана а-ля карт во всех отелях, я вам хотел раньше сказать, во всех отелях у нас есть привилегированный ресторан, называется Be Love. Это считается нашим самым хорошим рестораном. В основном там сейчас меню меняется чуть-чуть, но это у нас высококвалифицированные шеф-повары и отели специально открывают эти рестораны во всех наших отелях, потому что это является как бы, ну скажем так, нашим плюсом во всех наших ресторанах. В основных в отелях этот ресторан находится рядом с пляжем, но в семейных отелях он находится внутри помещения. Но всегда либо с видом на море, либо рядом с пляжем. Это испанский ресторан и в основном сейчас меню там морепродукты, но в основном то, что люди у нас комментируют, комментируют всегда этот ресторан, то, что он очень хороший ресторан. Дальше. В другом отеле на Ривьере Майя тоже у нас есть гольф, там можно играть в гольф, можно играть в теннис, можно... Все необходимые услуги для, там, либо водные виды спорта, или такие другие услуги спорта, у них все включено. То есть, так как отель по системе все включено, это все у нас включено. Отель Каталония Рояль Тулум находится на побережье Ривьера Майя, также между Тулумом и Плая Дель Карменом. Отель только для взрослых, 288 номеров, 5 ресторанов Алякард и 2 буфета, это шведский стол. В отеле, в основном, также ресторан Белов, который находится на пляже, это привилегированный ресторан, Алегрия Спа, у нас наш спа так и называется, во всех отелях Каталонии он находится. То есть, вы можете найти этот Алегрия Спа в Доминиканской республике или в Мексике, неважно где, но услуги там все практически одинаковые. Ну, инфраструктура там частично меняется. Разные программы для там новобрачных, для медового месяца и все-все-все у нас есть по нашим Алегрия Спа. То есть, там у них есть разные пакеты, пакет для младоженых, пакет для, если у них там годовщина какая-то, то есть, разные пакеты, которые люди могут купить. Какой пляж вид хороший? Волн нет. Так, я сейчас нахожусь на Ривьере Май в отеле Каталония Рояль Бу. Я вам скажу, тут самый хороший пляж, где я его видел. Отель, который находится вот тут. Почему я именно говорю этот отель? Этот отель для взрослых, и пляж тут очень красивый, очень хороший. Волн нет, потому что это получается такое, тут говорят, медья-люна, это неполная луна, и отелях тут рядом с нами нет. То есть, это единственный отель, который находится на этом побережье. Пляж называется Эшпуха, зона округа называется Эшпуха, вот вы видите тут на нашем сцене написано. И тут больше, кроме нашего отеля, больше отелей нет. Из-за этого чистый пляж, чистый песок и потрясающее море. Недавно у нас бушевал тут ураган, но ураган настолько принес пользу нашему пляжу, чем, скажем так, разрушение, потому что каждый раз, когда урагана нету, ураган сейчас у нас бушевал и очистил полностью наш песок. И сейчас настолько чистый белый песок, что я вам просто так не могу это все передать. Надо все приехать, посмотреть, и вы увидите. Плюс в отеле Плая Марома, если эта семья приехала, у нас в отеле в Мексике, Плая Марома, очень хороший пляж, длинный пляж, там 10-километровый пляж, где можно свободно выйти на пляж. Но там есть отели рядом. Там есть рядом отели, которые могут, можете видеть больше людей, чем тут у нас. В Доминиканской республике Каталония, Гран Доминикус, если с семьей вы поедете, можете также хорошо насладиться пляжем. И если барой, то отель только для взрослых, отель Каталония, Ла Романа также. Но там есть отели рядом, но в основном пляж очень красивый, полк нет и чистый пляж. Раньше у нас был сезон водорослей, вот, но сейчас водорослей нету. Как раз сезон водорослей, оно начинается в основном летом, а сейчас уже зимой водорослей нету, и плюс ураган тут чуть-чуть все это сдвинул, водорослей сейчас нигде нету. Если бы я сейчас был на пляже, я бы вам все показал. Какие еще вопросы у вас есть? Алена? Так, дальше Борис спрашивал. Could you tell me? А, Борис, я уже вам ответил по поводу дезинфекции и профилактики по поводу коронавируса. Яна спрашивает. Яна по поводу renovation от Каталония Бавара. Программа renovation у нас сейчас, она крутится. Вот на время COVID мы пока, я думаю, мы сейчас его не будем трогать, но в следующем году обязательно уже идут renovation в колониальных отелях, которые были. Потому что сейчас мы открыли новый отель в Канкуне, современный новый отель, и после этого у нас сейчас идет уже программа renovation других отелей. Так что я думаю, в следующем году уже идет реконструкция renovation новых отелей. Повторите, пожалуйста, на видео отеля Amaya, где нет рядом отеля. Где нет рядом отеля, этот отель называется Каталония Royal Tulum. Это Каталония Royal Tulum, находится на пляже Эшпуха, и тут настолько никого нет, то это даже очень хорошо. В основном в этом отеле приезжают постоянные клиенты, постоянные клиенты. Это я говорю, когда отель открыли в 1991 году, вот с этого момента эти люди приезжают и приезжают. Вы, скорее всего, раньше не видели нигде в Мексике, ну, или там по нашей мексиканской части, вы не видели этот отель, потому что, не знаю почему, но он всегда как-то находится в тихом части, его нигде не афишируют, нигде его не показывают, и люди его находят как-то вот непонятно, нашли его. Вот, и эти люди, которые его находят, они больше оттуда никуда не хотят уехать. Плюс отели то, что пляж там шикарнейший пляж, тихий отель, хорошая дневная и ночная жизнь, и также гастрономия очень хорошая. И плюс в этом отеле в том, что он находится между Тулумом и Плая-дель-Карменом, я имею в виду там дальше, в Канкуне, и если ехать по достопримечательности, то есть этот отель, он находится близко ко всему, можно ехать хоть куда. Дискотеки в Мексике сейчас работают, но есть лимит по времени. У нас в отеле Каталония Рояль Тулум дискотека работает до двух часов, то есть мы работаем по нормальной сфере. Из-за того, что у нас мало людей, ну, мало людей я имею в виду, мы не занимаемся объемом, отель, который принимает там тысячи человек в день, нет. У нас просто ослабленный отдых, у нас в дискотеке там, скажем так, 50-60 человек, и наши дискотеки проводятся на открытом воздухе. То есть это все на пляже. Мы устраиваем наше ночное шоу, ночное движение, ночную дискотеку, все это рядом с пляжем, открытое небо, и идет, то есть не совсем уж закрытое пространство, которое сейчас из-за профилактики ковида все это отменили. Поэтому наши дискотеки все находятся там. И я вам скажу плюс в этих дискотеках в том, что люди приезжают в Карибский бассейн, чтобы насладиться вот этим Карибским бассейном, пляж, палевый, ветер, который выходит. То есть люди приезжают смотреть на это. И поэтому люди, которые наши гости, настолько довольны то, что они выбрали этот отель из-за всей вот эти маленькие там плюсы, которые мы внедряем в нашу программу. И поэтому у нас сейчас профилактика ковид, но отель работает с профилактикой, но имеет свои плюсы. Так, дискотеки работают в Мексике? Да, работают. Отель Каталония Коста Мухерец. Это то, что я вам говорил, то, что у нас открыли новый отель в Канкуне напротив остров женщин. Это новая туристическая зона. Сейчас она начинает ее выкручивать во всех странах мира, потому что это новая туристическая зона, которую открывают. И таким образом там открывают новые отели. Новые отели из разных компаний, допустим. Разные компетенции, которые строят отели. То есть у них там... Они хотят сделать вот эту зону, как новый Канкун. Раньше Канкун, вот эта коса, которая находилась, отельная зона. Сейчас они хотят открыть вот эту новую зону. Ну, на этом побережье. Коста Мухерец называется. Это напротив остров женщин. Морепродукты есть в Тулуме. На базе все включено. Да, у нас в отеле все включено. То есть шведский стол. Там хоть что можете найти. И морепродукты, и мясные, и вегетарианские, и молочные. То есть все. А так отдельно, то, что я вам говорил о наших ресторанах. У нас рестораны а-ля карт. Если люди предпочитают ресторан а-ля карт. Ресторан а-ля карт также работает в системе все включено. Ну, это уже там тебя обслуживают, тебе подают, тебе все делают. По сравнению с шведским столом. То есть ты идешь, ты сам себе все берешь. Так, какая стоимость а-ля карт? У нас а-ля карты все включено. То есть наш концепт все включено. Это включая рестораны, бары, это все-все-все. Единственный ресторан, который не включен у всех, это ресторан Be Loved. Be Loved ресторан, это привилегированный ресторан, который в Доминиканской республике. Есть рестораны, которые находятся на пляже или в помещении. И также он в Мексике. Этот ресторан, как бы, он отделяется от всех. И меню, и декорация, и все. И в Тулуме он находится на пляже. И стоимость, если люди имеют обычный там базовый пакет, можно его приобрести в отеле, или вы можете приобрести его прямо оттуда. Взять отель плюс пакет привилег. Ну, то, что вот Алена спрашивает, какая стоимость а-ля карта, я уже говорил. То есть они не имеют никакой стоимости, это все включено, они уже включены, можете подойти только в ресторан, и вас сразу обслуживают. И его стоимость за каждое блюдо. Ну, там уже стоимости нет. Так что вы можете приехать и просто усладиться. Единственное, то, что ресторан Be Loved, который не включен. Это имеет привилегированный пакет, можете его оттуда брать, можете его тут брать. И его стоимость, тут апгрейд на стойке регистрации, не знаю, я сейчас могу уточнить, и вам отправить всю информацию. Be Loved. Да, Be Loved, я сейчас вам напишу, как он пишет. Be Loved. Вот, оно так пишется, наш ресторан. Ну, Таня, вам спасибо, вам большое. Если какие-то вопросы будут, мы оставим наши данные, и с удовольствием будем рады хоть на вам ответить или помог вам. Вам спасибо. Вам спасибо. Спасибо. Sí, muchísimas gracias a todos. Tengan un excelente día y únanse al grupo de Facebook. Please join the Facebook group. ¿Están haciendo preguntas así? ¿Están haciendo preguntas así? Es que les llamó mucho la atención de aquí, de México. Y... No, les llamó mucho la atención de México y los hoteles de aquí porque... Me preguntaron mucho de Royal Tulum porque de Royal Tulum ellos no tienen información, pero por ningún lado. Y ni sabían de este hotel. Ok. Entonces, este... Entonces, ahorita me saben llegar la... Entonces, ahorita me saben llegar la... Sí, sí, sí. No, me refiero al... Y, bueno, piden el menú del spa... Sí, la información. Y dicen que... Que... Estaría bien que les mandara más, este... Información sobre nuestros hoteles. Porque la mayoría de ellos ni sabían, eh. Ok. Sí. Vale. Pues ya. No... No tengo más que comentar. Así nos quedamos. Muchas gracias. Gracias a todos. Bye, bye. Cuídate. Estamos en contacto. Gracias.